Мы с вами продолжаем разбор книги Иова. У нас сегодня такое предпоследнее собрание. Следующее воскресенье мы завершим такой обзор этой книги. И на прошлом нашем богослужении мы говорили о общении друзей с самим Иовом. И мы с вами показывали, как друзья постоянно по-разному, но говорили на одну и ту же тему. Ты претерпеваешь в своей жизни такую беду, такое несчастье, потому что ты там где-то что-то натворил, нагрешил. И поэтому возмездие твое совершенно справедливое. И после того, как три друга сказали свои речи Иову, и на каждую Иов ответил, наступил второй раунд, когда снова три друга говорят свои речи Иову, он им также отвечает. Потом третий раунд наступает, и опять там уже два друга говорят. И у нас нет, конечно, времени, чтобы мы читали все главы, но вы можете самостоятельно читая, увидеть, что в принципе в каждой своей речи друзья повторяют, может быть, разными там образами, разными словами на одну и ту же мысль, что ты страдаешь Иов за дело. Справедливо. Еще хочу вам как бы еще раз напомнить одну вещь, что во всех своих речах и друзья, и Иова вообще не упоминают сатану. Все их речи так или иначе построены на взаимоотношении человека и Бога. И мне кажется, что мы порой слишком много внимания уделяем сатане, хотя мы понимаем, что Бог Вседержитель, нету двоих власти в духовном мире, есть только одна власть, и она у Господа. И что, по большому счету, все в его руках, и об этом очень четко утверждает эта книга. И хотя речи друзей кажутся такими вроде бы внешне благочестивыми, такие фразы там правильные, но по сути в данной ситуации, в которой оказался Иов, эти речи были пустыми. Они были просто обвинением, не имеющим никакого основания. С другой стороны, когда мы читаем слова Иова, нам может показаться, что Иов-то как раз очень дерзко говорит. Готов там судиться с Богом, вот посредника только нет. Вот готов, чтобы дать отчет перед Богом. И почему меня постигло? За что? Какие конкретные преступления я совершил, что вот сие меня накрыло, сие несчастье? И вот он постоянно вроде бы говорит дерзко. Но знаете, что интересно, вот в этой вроде бы внешней дерзости была искренность и глубина реально разобраться во всем. И вот сама книга Иова нас учит, что, друзья, не обращайте просто внимания на то, как это внешне выглядит. Обращайте внимание на то, что там внутри, какое содержание. Потому что иногда точно так же христиане, вот они любят, чтобы все формулы были правильные. Вот форма внешняя была правильная. И вот как правильно молиться, вот так вот. Один говорит, что он с Духом Святым общается, другой говорит, что он с Иисусом общается и к Иисусу в молитве обращается. Третий утверждает, что нельзя так обращаться, нужно обращаться к Отцу во имя Иисуса, в Духе Святом. А напрямую к Духу нельзя обращаться, что надо именно к Отцу. И вот такие вот такие формулы, разные там учебные библейские заведения обучают, как это правильно, иначе там Бог тебе не ответит, если ты там к Духу Святому обратишься. Другой говорит, нет, мне он очень хорошо отвечает. Эта книга нам показывает, что намного более важно, какая сущность стоит за этим. И я думаю, что я не единственный в этом зале, который вот порой был в сметенном состоянии, и когда что-то в жизни происходило, чего я не мог понять, я не мог объяснить. И у меня бывала точно такая же ситуация, когда вот никого нет вокруг, и ты не понимаешь вообще смысла происходящего, причин происходящего, и ты просто говоришь, Бог, что ты творишь? Бывало у кого-то такое? У меня бывало такое. У меня была одна такая ситуация, я просто, я был в таком подавленном состоянии, это было в самом начале еще 90-х годов, я до сих пор помню, я так молился, у нас тогда кот дома был, и он аж бросился на меня, я там просто так... Но вы знаете, эта книга показывает, что намного важно, искренне даже как-то вот, может быть, форма там такая, казалось бы, странная, да, но когда искренне внутри, когда человек реально хочет понять, ищет Господа, то намного более ценно, чем красивые такие благочестивые, но при этом совершенно пустые изнутри фразы. И вот посмотрите, в 31 главе, когда заканчивается общение Иова с друзьями, 35 стих, он говорит такие слова, «О, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись». То есть, видите, хотя вроде бы столько глав до этого мы читали общение Иова с друзьями, но Иов видит, что его не слышат. Точно так же вот бывает, когда много слов, но при этом люди словно не слышат, верующие словно не слышат друг друга. И поэтому очень важно нам с вами ставить себя периодически не только на место Иова, когда мы не понимаем что-то происходящее в нашей жизни, не понимаем причины, но нам иногда хорошо ставить себя на место друзей Иова, потому что, к сожалению, мы с вами порой поступаем, как его друзья, какие-то говорим вроде бы внешне правильные вещи, там мы там где-то слышали, а тот проповедник там сказал, а вот в этой христианской книжке мы прочитали. А на самом деле вот то, что мы говорим вот в данной ситуации, это никакого значения не имеет. И никакого отношения к данной ситуации, вот то, что вот мы там красиво говорим и правильно внешне, да, никакого отношения не имеют ни к чему хорошему, ни к чему правильному. И вы знаете, вот эта книга показывает нам, что в жизни словно вот есть разные пласты. Мы со служителями, когда вот на прошлой неделе читали книгу-притч, я хочу вам прочитать из книги-притч, вот немножко отвлечься, о притче 11 глава, 25 стих. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Вот такие фразы из Библии вопросов не вызывают. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Как поется в нашей популярной детской песенке, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Есть в этом правда? Ну, конечно, есть в этом правда. Есть в этом правда. И действительно, очень часто, когда мы относимся по-доброму, то и к нам относятся по-доброму, а когда мы относимся по-злому, то и нами пренебрегают. Переживали мы такое? Правда же это, да? Вообще Тора, она очень много учит, книга в Торозаконе учит. Если ты будешь слушать Бога, то, помните 28 глава, и ты будешь благословлен при входе, и благословлен при выходе, и у тебя жительницы наполнятся, и все у тебя будет хорошо. Мы, христиане, очень любим эту 28 главу. Читать, как хорошо будет тем, кто слушает Бога. А если ты не будешь слушать Бога, не будешь слушать Его Слово, то проклят ты будешь при входе, проклят ты будешь при выходе. Проблемы в жизни. Вот если бы все в жизни было так, было бы все ясно, и было бы все понятно. Делишься улыбкой, возвращается улыбка. Делишься злобной гримасой, тебе тоже такое же возвращается. А если ты делишься улыбкой, а пожинаешь вообще не улыбку? То есть, послушайте, порой происходит в жизни именно так, как говорят друзья Иова. Не то, что они слова, они не имели смысла их речи, имели смысл, но в ситуации Иова не имели. Потому что в жизни, как я сказал, есть разные пласты. И большая проблема происходит, когда пасторы, проповедники учат только вот этим пластам, вот второзаконие, 28 глава, поделись улыбкой своей. Не то, что это неправда, это правда. Но порой в жизни происходят совершенно противоположные вещи. И у христиан непонимание, как так нам говорили, вот так и так, я вроде бы так поступал, а вдруг мне возвращается совсем иное. И ты словно переходишь на другой пласт жизни, и ты не знаешь, как понимать. И именно для этого, слава Господу, у нас помимо второзакония есть еще книга Иова. Потому что Бог показывает, что жизнь, ее нельзя примитизировать, нельзя ее как-то упрощать, что ли, до каких-то вот формул, как учат в библейских школах. Вот такая формула, такая формула, такая формула, а у меня не сработало. Ну, значит, неправильно формулу свою исполнил. И мы, понимаете, заменяем живое взаимоотношение с Господом мертвыми формулами. И я еще раз повторяю, не то, что формулы не работают, но вот порой они не так работают. Тут делишься улыбкой, а в ответ гримаса злобная. Я люблю иногда перечитывать дневники Корнея Ивановича Чуковского. Помните такого детского писателя нашего? Вы знаете, я вам советую, помимо Федорина Горя, помимо там Тараканища, почитайте его дневники. Это удивительный человек. И вот в 1964 году Корнея Чуковский описал такую историю из жизни. Один интеллигентный человек еще в сталинское время вынужден был поселиться в маленьком домике сторожа. Сторож работал на железной дороге, был неграмотным, и интеллигент начал его учить грамоте читать и писать. Сторож, Корнея Ивановича Чуковский написал, был очень туп, но интеллигент старался, и он все-таки обучил его грамоте. Сторож тогда захотел не просто быть грамотным, уметь читать и писать, но еще экзамен сдать, чтобы стать не сторожем на железной дороге, а проводником. Это уже выше должность. Интеллигент и в этом ему помог. Сторож ждал экзамен, стал проводником, закупал фрукты на юге. Когда поезд уезжал на север, там их подороже продавал. А интеллигента арестовали и сослали в лагеря. Потом уже во время оттепли, интеллигент был реабилитирован, и ему дали посмотреть его дело, по которому он был осужден. И он с удивлением обнаружил, как только он обучил сторожа грамоте, как сторож тут же написал на него донос. И он написал, что вот такой-то вот интеллигент имеет связи с заграницей. Поэтому донос у этого интеллигента и арестовали. И вот вопрос. Почему улыбка интеллигента не сработала? Почему? Почему он посеял добро, а пожал зло? И тут же, знаете, как вот находятся, как вот мы, вот эти всякие друзья Иова, и один говорит, наверное, он боялся, что его арестуют. Вот его арестовали, чего боялся того, и постигло его. Ну, я думаю, в тот период в нашей стране большинство людей боялись арестов. Ну, всех ли арестовывали? Как-то так избирательно страх опять работает, да? Ну, нельзя так объяснить. Другие скажут, ну, наверное, он сам с кем-то подло поступил. Да, вот как друзья бы Иова объяснили. И поэтому и с ним подло поступили. И когда рассматриваешь жизнь, смотришь, а если вот он ни с кем так по-подлому не поступил? Наши восточные друзья, всякие индуисты, они говорят, ну, если он в жизни не поступил так вот, может быть, он в прошлых жизнях так поступил? Вот всегда можно найти объяснение. Были бы проповедники, объяснения найдутся. И мы всегда все так вот объясним, да? Ну, вот ситуация, вот ситуация. И поэтому вот эта книга, тема книги Иова, она очень важна и очень актуальна. Почему же добрые люди, хорошие люди, почему же они претерпевают страдания? Поэтому нас Священное Писание это вообще и учит, дорогоценные. Не торопитесь поучать друг друга. Помните, как апостол сказал, немногие делайтесь учителями, чтобы вам не превратиться в таких друзей Иова, учителей таких, да? Вот. И еще Священное Писание нас учит чему? Не судить других, как друзья Иова тут же его осудили. Да, вот ты такой, вот ты такой, вот ты такой. Я вот не знаю, почему-то, когда вот я на прошлой неделе перечитывал эти речи Иова, у меня вот всплыла в памяти знаменитая притча о добром самаритянине. Помните? Когда его ограбили, бросили, и мимо прошел священник, мимо прошел левит, и не обратили на него внимания, пока добрый самаритянин ему не помог. Почему часто вот священник, левит, люди, служащие Богу, не обращают внимания? Да потому что очень часто мы думаем, ну так ограбили его, наверное, начудил что-то. Вот мы с вами часто вот идем, какой-то человек валяется, первая мысль какая? Пьяница. Пьяница, ну, а что он хотел? Напился и в цветах летают? Нет, в грязи валяются. Вот заслужил. Мы тут же начинаем вот как бы вешать свои ярлыки. Почему я говорю, вот в этих друзьях Иова так легко увидеть себя. И поэтому вот я перечитывая вот эти речи Иова, вот я думаю, Господи, дай мне мудрости, пожалуйста, быть милосердным к людям, независимо от того, какие они. Потому что мы-то думаем, я буду милосердным, если он все сделал правильно. А он сделал неправильно, ну, извини. быть милосердным к людям. И вот друзья закончили свои речи, Иов закончил свои речи. И тут выходит четвертый друг, который все это время был там. И о нем никто ничего не упоминает. Его имя Елеуй. Когда Елеуй начинает разговор, и все, общение заканчивается, диалоги заканчиваются, монолог. Молодые люди умеют говорить. И вот, смотрите, открываем с вами 32 главу, и давайте с первого стиха посмотрим. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елеуя, сына Варахиилова, фузитянина, фузитянина, из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. Вот мы читали речи Иова, разве где-то Иов себя больше оправдывал? Он задавал вопросы, почему? Он хотел знать ответы. А на тех трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Иов ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Иов увидел, что нет ответа в устах тех трех друзей, тогда воспылал гнев его. Вот Иов задавал на такие речи друзей конкретные вопросы. Он говорит, хорошо, вот если это меня постигло за мое нечестие, тогда скажите конкретно, какое нечестие? То есть Иов требовал конкретики. Еле увидел со стороны, что друзья не отвечают на конкретные вопросы Иова. И вот смотрите, 12 стих. «Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его». Ему кажется, что еще мало было обличений. он должен был еще добавить свои. 13 стих. «Не скажите, мы нашли мудрость, Бог опровергает его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему». То есть Елеуй, вот этот молодой пришедший, говорит, «Ну, у меня-то есть ответы, вот как странно, что у вас их нету, я-то бы вот знал, что ответить. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение, и я, «Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня». Вот вы знаете, иногда нам, христианам, неплохо быть полными любви, а мы чаще всего полны речами. С любовью у нас порой проблема, с милосердием проблема, а вот с речами у нас их просто не вмещаются. Надо всем сейчас нам это рассказать. «Ибо я полон речами, дух во мне теснит меня, вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам». Помните, Иисус учил, что не вливают новое вино в старые мехи, потому что новое вино будет бродить, и так и мехи порвутся, и вино прольется. Так вот, мехи у Елеуя новые, он молодой, да? Интересно, какое же вино, чем он там наполнен, новым или старым? Давайте посмотрим. И вот 20 стих. «Поговорю, и будет легче мне, открой уста мои и отвечу». Вот тоже вот такое вот замечание, есть люди, которые говорят, чтобы было легче им, а не тому, кому они обращаются. Есть вот такая помощь, надо им выговориться. Не помочь, выговориться. 21 стих. «На лицо человека смотреть не буду, и никому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, творец мой». Вот вы знаете, вот только первая глава, да, вот первая глава, в которой появляется Елеуй, и уже мы можем видеть, насколько такая вот, вот эта речь его характеризует, такая театральная речь, пафосная, «Творец, убей меня». В его словах просто какой-то юношеский такой максимализм. Как же вы так не ответили? Если бы я сейчас на вашем месте был, я бы ответил, я сейчас отвечу, слова меня переполняют, я сейчас все расставлю на свои места. Типичное поведение молодых людей. мы сейчас придем, и все вопросы, о которых люди мучились веками, мы моментально разрешим. У нас есть все ответы на все вопросы. Странно, что вы не понимаете. Вот. Вот юношеский максимализм. И вот смотрите, 33 глава, вторая глава, в которой он продолжает свою речь, и вот он уже обращается к Иову. «Итак, слушай Иов речи моей и внимай всем словам моим. Вот я пожеланию твоему вместо Бога». И вот тоже, знаете, черта служителей, очень часто молодых служителей, когда мы, ничтоже сумняшися, приписываем все свои мысли Богу. Хотите поговорить с Богом? Вот я. Поговорите со мной. Потому что то, что я говорю, ну, это все равно, что Бог говорит. И то, что я думаю, ну, это все равно, что Бог. Бог думает. Иов, ты давно уже хотел с Богом поговорить. Ну, можешь со мной. В принципе, то же самое. Все, что Бог тебе сказал бы, я тебе точно скажу. Смотрите, какое раздутое самомнение. И так очень часто бывает, когда люди делятся своим мнением, а кто-то говорит, вот Бог вот так думает, то он прям знает все. Все, все знает. Я помню, как-то читал об одном таком поэте советском, Сергей Островой. Может быть, мало кто его знает. Я тоже, в принципе, ни один стих его так наизусть не помню, хотя он очень много стихов написал. Но Сергей Островой известен совсем не этим, а тем, что, когда он еще был молодым поэтом, он однажды пришел с кипой из писанных бумаг к литераторам и сказал, написал гениальные стихи о любви, закрыл тему. И вот есть такие люди, которые думают, что вот с их появлением все закрыли тему. Там много веков христиане там чем-то там спорили, там о свободной воле, там или еще о чем-то, о страданиях, что-то там. Один так писал, другой так. Августин так утверждал, Лютер так, Кальвин так, там Сперджин так. Вот появляешься ты и закрываешь тему. Всем теперь все понятно, больше вопросов никто уже не имеет. Черта это чего? Опять молодости. Молодость черта. Вот он пришел, да, в принципе, еще ничего не сказал, но уже презентовал себя. Он, знаете, похож? Он похож вот на вот такого, как вот есть коучинг, да, когда люди об успехе учат, да, и они вот все презентуют. Сейчас я вам скажу, сейчас я вам скажу, сейчас вот наконец-то вы вот от Бога-то что-то услышите. Хватит уже эти человеческие речи слушать. Наконец-то я вот вам сейчас вот-вот все библейские темы закрою, все ответы дам на все богословские вопросы, о которых спорили веками. Сейчас все, все услышите. Дальше, смотрите, девятый стих. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, не виден я, нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником. Как бы вот речи Иова здесь приводит. Поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав. Отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. И вот вы знаете, вот опять-таки, вот вроде бы он говорит все правильно. Ну разве Бог не выше человека? Но только он передергивает, потому что где Иов утверждал, что он выше Бога? Где он это говорил? То есть, понимаете, очень часто люди приписывают другим какие-то мысли и начинают их ревностно оспаривать, хотя другие так и не думали, и так не утверждали. И вот он как бы... То есть, по сути, он тоже не с Иовом общается, а со своим придуманным Иовом. Иовом. Почему драгоценное так важно нам научиться слышать друг друга? А у нас просто есть какие-то полочки, свои схемы, и мы берем человека, запихиваем его в какие-то свои понятия. Вот он, вот этот с этой полочки, а этот с этой полочки. Вот этот грешит, этот там гордится, этот еще что-то такое. И по сути, мы человека-то и не слышим. Иов утверждал, что не знает, почему это его постигло, но что он выше Бога, и Иов такое не утверждал. 14 стих. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. И вот смотрите, подобно друзьям, этот молодой, но ревностный товарищ начинает опять обвинять Иова. Если бы ты, Иов, иными словами, был духовным человеком, ведь Бог же открывает, ты бы понял, почему, а ты же не знаешь. А ведь Бог мог же это открывать в ночном видении. Что, Он тебе не открыл? Мало молишься, брат. Не знаешь, почему, значит, и отношения с Господом плохие. Потому что Бог говорит в ночном видении, во время дремоты на ложе, запечатлевает свои наставления. И сейчас вот начнет вот этот Елеуй говорить, что же он видит, как бы, как он прямо от лица Бога здесь выступает. К сожалению, довольно распространенная сегодня картина некоторых проповедников. Просто вот от лица Господа. И уж что-то против них, ну, значит, ты тут против Бога. «Споришь с Елеуем, споришь с Богом». Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от Него гордость. 17 стих, да? Чтобы отвести души Его от пропасти и жизнь Его от поражения мечом. Или Он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. И жизнь Его отвращается от хлеба, и душа Его от любимой пищи. И посмотрите, мы говорили, что в этой книге мы видим разные предположения о причине страданий. Кто-то утверждает, что он боялся, и это причина, страх, и это его постигло. Друзья Иова говорили, что это грех, нечестье, и потому его постигло вот это. Елеуй еще одну теорию здесь выдвигает. Он говорит, чтобы отвести тебя от какого-либо предприятия и удалить гордость, чтобы отвести душу от пропасти и жизнь от поражения мечом. Он вразумляет болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. То есть эти несчастья, эти страдания посланы тебе, Иов, чтобы улучшить твой характер, сформировать настоящий твой характер. Есть такая теория? Да, есть. И что интересно, опять-таки я вам хочу сказать, что порой так и бывает. Есть некоторые трудности, есть некоторые испытания, которые нас реально могут изменить, как я порой цитирую, вот это место из притч, боль может изменить человека изнутри, порой проходя через болезненные вещи. Наше сердце может размягчаться, облегчаться. Но, опять-таки, о чем учит эта книга? Не нужно вот какие-то готовые формулы применять ко всем людям без разбора, потому что где-то да, а где-то и нет. В данной ситуации с Иовом это была полная чушь. Ничего его характер не улучшился и не изменился, потому что эта книга говорит, что изначально, причем это Бог говорит, это не автор книги Ова. Бог говорит вначале, в первых главах, что он был богобоязненным человеком, праведным, удаляющимся от зла. Да ведь? В последних главах, когда опять выходит Господь, мы не видим, что характер его улучшился, он более праведным стал, или у него гордость была, а это помогло ему избавиться от гордости. Ничего об этом не говорится. А интересно, что на основании этого целый такой путь аскезы выдвигают, что нужно не просто избегать страданий, а искать страданий, потому что, когда ты ищешь страданий, то это улучшает тебя. И если, как вот некоторые верующие, ты будешь ходить в грубой одежде, ты будешь ходить в неудобные обуви, тебе будет плохо, ты будешь страдать, то внутри ты будешь улучшаться. Есть вот такое, знаете, некое обожествение боли, возвеличивание болезни, что что-то болезнь, это чуть ли не сам Господь. Болезнь, брат, послана тебе для твоего улучшения и исправления. Как вот Илюй говорит, «Чтобы освободить тебя от гордости, брат мой». Слышали вы подобное учение? Что интересно, иногда так бывает. Но бывает ли так всегда? Нет. В данном случае мимо. То есть утверждать это… Некоторые скажут, пастор, вот я вот там… Я помню, когда я сам руку сломал, была такая у меня в жизни ситуация, вот, и из-за этого у меня поездки отменились, я целую книгу написал, пока дома лежал. Полезно? Полезно. После собрания все ломаем руки. Сколько книг чудесных написано будет в нашей церкви, а? Это ерунда, понимаете? То есть, опять-таки, то, что бывает правильно в одной ситуации, не означает, что это правильно во всех ситуациях. А религия берет какую-то схему, которая где-то когда-то у кого-то сработала, и пытается из этого сделать вселенский принцип, вселенское учение из этого пытаются они выдвинуть. Но опять-таки, эта книга показывает, да нет, не было у него там проблемы с гордостью, проблема с гордостью была у другого человека, у кого? У Илюи была проблема с гордостью. Расскажу вам один секрет. Обычно проповедники рассказывают на проповедях о своих собственных проблемах. Если какой-нибудь там проповедник любит про какой-то грех, 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 некоторые прямо чуть ли не там про грех блудов, там целый год проповедуют проблемы. Обычно люди приписывают другим свои проблемы, и он говорит, от гордости тебя сейчас освободит твоя болезнь, твое несчастье, освободит тебя. У кого что болит, то о том и говорит. Но Иов в начале книги говорится, был праведным и богобоязненным. Нигде в этой книге мы не видим, что его характер улучшился, он стал духовнее, нет. Поэтому учить о том, что путь аскезы, поиска страданий, улучшает наш дух, делай плохо плоти, духу будет лучше. Такого мы не находим. Дальше. 23 стих. «Если есть у него ангел, наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Как вы думаете, вот на кого Елеуй намекает, говоря об ангеле, наставнике, одном из тысячи, который покажет прямой путь? Он на себя намекает. Все у тебя Иов плохо, кроме одного. Нашелся, наконец, ангел, наставник. Все тебе сейчас объяснит и все тебе скажет. 31-й. Вот знаете, люди так любят на себя навешивать какие-то важности духовные. В церквах то же самое. Как-то представать какими-то такими ой-ой-ой, какой ты особенный. И вот, смотрите, уже вторая глава заканчивается. 31-й стих. «Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить». Вообще, Иов-то тут ничего не говорит, но «Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания». Он немножко, конечно, как бы шокировал, что-то Иов не оправдывается. Обычно уже он на все речи друзей-то отвечал, да? Тут молчит. «Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости». Вот смотрите, вторая глава его речей закончилась, а он все вот вступает и вступает. я помню, давно-давно смотрел выступление, учение одного известного проповедника, и он все учение говорил, что вот сейчас он скажет такие вещи, которые просто вот они взорвут здесь все, жизнь все изменится. и он говорил, 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 все собрание, собрание закончилось. Я думаю, о чем он хотел сказать? Он как бы все представил, есть такие люди, они любят себя представлять, вот коучинг, представлять себя, вот сейчас, после этого придет прорыв, вы изменитесь, наконец-то, вы не случайно здесь, мудрость придет, ой-ой-ой, вот такая атмосфера нагнетается, что ну вот, для этого часа, для этого тренинга наконец-то мы вообще родились на этой земле, да? И вот уже вот-вот-вот, вот-вот-вот-вот-вот-вот, сейчас я вам покажу, вы сейчас все поймете, следующая глава, и он уже обращается к друзьям, первый стих, 34-я глава, первый стих, и продолжал Елеуи и сказал, выслушайте мудрые речи мою и преклоните ко мне ухо рассудительное. Что вам это напоминает? Выслушайте, мудрые речи мою и преклоните ко мне ухо рассудительное. Помните, как в книге притч мудрость обращается? Повяжи меня вокруг шеи, научись от меня. Просто вот Елеуй это воплощение мудрости Божьей и говорит, как мудрость, преклоните ухо рассудительное. Если такой человек седьмой стих, если такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, и видите, тут он ничем не отличается от друзей, опять начинает поносить Иова. Ты глумишься, как воду, словно пьешь, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми. Есть ли такой человек, как Иов, который прямо вот вступает в сообщество с делающими беззаконие, ходит с людьми нечестивыми. Смотрите, нужны были конкретные обвинения? Вот, конкретные обвинения. Вопрос, откуда он знает это все? Он начинает обвинять, так ты же вот, общаешься с нечестивыми, делающими беззакониями. Я не случайно на прошлом собрании, помните, проводил некоторые параллели с Иисусом. Вам что-то это напоминает? Друг мытарям и грешникам. Ну разве может быть это праведный учитель, который вот так себя ведет? Общается непонятно с кем. С будницами, с грешниками? Нет. Потому что он сказал, нет пользы для человека в благоугождении Богу. Опять-таки, а где Иов такое сказал? То есть, видите, Елеуй, он не с Иовом общается, а с выдуманным Иовом, который он сам выдумал и наделил его какими-то словами. И с этими словами он мужественно спорит. «Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправды или у Вседержителя неправосудия, ибо он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно Бог не делает неправды и Вседержитель не извращает суда». Опять-таки, смотрите, внешне вроде верные фразы. Поэтому некоторые христиане, читая впервые книгу Иова, удивляются, вроде такие правильные слова. Почему же в конце Бог-то не порадовался таким мощным обличением? Да потому что это, по сути, вроде бы верные фразы, да, Содержителя не извращает суда? Конечно, нет, да? Бог не делает неправды. Да, конечно, не делает. Но, по сути, что делает Елеуй? Он обвиняет Иова точно так же, как три предыдущих друга. Он обещал, наконец, сказать долгожданный ответ, а сам, по сути, повторяет речи предыдущих ораторов. Они говорили, что ну, так вот это постигло тебя за что-то вот, ты что-то натворил, вот тебя и постигло. Елеуй то же самое начинает говорить. Нету Содержителя неправды, он по делам человека поступает. Если с тобой так Бог поступил, значит, он поступил за твои какие-то прегрешения. И он их тут же ему и объявляет. Потому что все отличия Елеуя, те как-то вот ему говорили более-менее сдержанно, а этот молодозелено рубит правду матку, несмотря на лица и свое хамство называет «Я нелицеприятен пастор, все в лицо скажу». Хамло. Вот и все. Вот. Поэтому вот он обвиняет, обвиняет, обвиняет. Вот. И так получается, знаете, забавно, когда молодежь думает, что говорит что-то новое, а на самом деле повторяют то же самое, что было сказано до этого. Новое ли это вино в старых мехах, в новых мехах, точнее? Нет. В новых мехах, он был молодой, то же самое старое вино, которое было у Елдада, Елефаза, у всех у них, у всех предыдущих друзей, точно так же сходит на эту дорожку. Тебя постигло за твои прегрешения. Справедливое возмездие. 31 стих. «К Богу должно говорить, я потерпел, больше не буду грешить». Видите, то есть ты грешишь, ты грешник. А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду. Видите, типично религиозное обвинение. Ты страдаешь, потому что грешен. Если ты не знаешь, в чем грешен, ты все равно грешен, просто ты не знаешь. Поэтому все равно кайся, все равно проси прощения за то, что не знаешь. Чего не знаю, ты сделал беззаконие, больше не буду, не буду грешить. 35 стих. «Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его свойственным людям нечестивым». Видите, я еще раз говорю, все его отличие, то, что он обвиняет, я даже сказал бы, такое слово наезжает на Иова намного больше, чем все предыдущих три друга. как бы с такой молодым задором, с огнем большевистским в груди. «Иначе он ко греху своему прибавит отступление». 37 стих. «Будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога». И видите, для Ель-Уя Иов не просто грешник, а почти отступник. И он ему говорит, ты не просто согрешил и за это пострадал, ты сейчас себя так ведешь, что ты уже без пяти минут отступник, и ты сейчас ко греху своему прибавишь отступление. Дальше смотрите, 35 глава, следующую главу посмотрим, 12 стих, вот Елеуй прострадающих тут изрекает очередную сентенцию, «Так они, страдающие, вопиют», 12 стих, «И он не отвечает им по причине гордости злых людей, но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это». Видите, Бог слышит, неправда, что Бог не слышит, Бог слышит, но не отвечает тебе. Почему ты говоришь «хочу с Богом», «не слышу Бога», а Бог слышит, но не отвечает, потому что ты гордый и злой. Прав был Елеуй? Нет. В этой книге мы видим, что Бог ответил. И не только в лице слава Господу Елеуя. Бог все-таки ответил, Елеуя был неправ. И вот смотрите, следующая 36-я глава. «Начну мои рассуждения издалека». Третий стих. «Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость». Ведь опять-таки, как и друзья Иова, он все облекает в такие красивые фразы. Вот как у нас один исторический деятель в России и говорил «По форме правильно, по существу издевательство». Вот есть такие вот точно так же и христианские речи. «По форме правильно, по существу издевательство». Правильное слово должно быть сказано еще в правильной ситуации. Иначе это правильные слова вместо того, чтобы подкреплять, будут еще сильнее убивать. Помните, когда сатана искушал Иисуса? Он даже священное писание цитировал. Сказано, «Бросься вниз, ибо ангелам заповедую понесут тебя, не приткнешься, а камень ногой своей». Помните, да? Писание цитировал. Понимаете, даже цитирование писаний может быть во зло, может быть просто не в тему. Поэтому слава Богу за Библию и слава Богу за Дух Святой, чтобы Дух Святой вел нас, а не просто зубрежка и цитирование в тему и не в тему. И вот смотрите, третий стих. «Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь». Он постоянно подчеркивает свою важность, мудрость своих речей, что в принципе общаясь с Ним, ты все равно что с Господом пообщался. «Пред тобою совершенный в познаниях». И вот мы все и ждали совершенного в познаниях. Если друзья еще как-то пытались благожелательность, благожелательный вид сохранять, то этот. «Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих отправедников. Он с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились и открывают их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии и летат свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии». И кого этот молодой Елеуй здесь в своей уникальной фантастической речи, пропитанной мудростью, кого он здесь повторяет? Трех друзей. В принципе, он своими словами рассказывает то же самое. Если тебя это постигло, то не без причины. Бог наказывает не просто так, а чтобы тебя там изменить, улучшить, чтобы ты отстал от нечестия. С каким он пафосом все это говорит, словно единственной просто глашатой истины. Все отступили, Господи, один я остался. Скажу наконец, я сейчас всем правду матку, без лицеприятия. А по сути, да по сути он повторяет слова предыдущих трех друзей. При этом постоянно себя нахваливает. И к сожалению, знаете, это такая ужасная черта, когда люди приходят к человеку в несчастье и вместо помощи что они делают? Самоутверждаются за его счет. Если в моей жизни можно посмотрите, если Бог за нечестие наказывает, а за благочестие награждает, и у меня, слава Богу, все хорошо, а у него проблемы, это что означает? означает, что я духовно близок к Богу, а он грешит. И вместо того, чтобы прийти постоянно, вот, мудрость, посмотри на меня, доходит до того, что я слышал, как некоторые проповедники вообще утверждают, что материальное состояние человека говорит о его духовной жизни. У тебя все хорошо, в бизнесе нормально, процветаешь, Бог тебя любит, ты прав в его глазах, у тебя плохо, проблемы, значит, что-то делаешь неугодное Богу. Есть такие, кто связывают это напрямую, поэтому, спасибо, Алексей, книга Иова, она не очень любима огромным количеством верующих, потому что он разбивает многие наши такие стройные концепции. И вот, знаете, в конце я хочу наше сегодняшнее собрание закончить словами Иова, которые он говорил раньше в 19-й главе. Давайте откроем 19-ю главу. Когда вот среди диспута с друзьями произносят Иов такие великие слова, я думаю, что у многих они, наверное, самыми любимыми являются вообще во всей этой книге, потому что в действительности вот эти слова часто они должны нас поддерживать в ситуациях подобных Иову. 25-й стих 19-й главы. Иов говорит, «А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей». И вот вы знаете, несмотря на то, что к тяжести ситуации Иова добавились эти странные диалоги с разными друзьями, особенно вот с этим последним Елеуем, да, ну вот сама книга Иова на нас учит, никогда не сомневайся в милости Божьей, даже если ты не понимаешь причин бед, не понимаешь почему что-то произошло, почему все повернулось так, не сомневайся, позже об этом апостол Павел говорит, что любящим Бога, призванным по его изволению все обернется ко благу, все содействует ко благу, и поэтому да, он не понимал ничего, Иов не понимал, более того, то, что говорили друзья ему, тоже ничего не прояснило, тоже ничего не прояснило, но несмотря ни на что внутри у него было упование на милосердие Божье, он абсолютно был убежден, что искупитель его жив, и Бог способен все, все восстановить, и опять-таки параллель с Иисусом Христом, который, помните, в отчаянии кричал, отче, почему ты меня оставил, но Бог восстановил, Бог воскресил, и поэтому, драгоценные, что бы ни происходило, и даже когда вокруг говорят, похули Бога и умри, что бы ни происходило, всегда вот держитесь, искупитель мой жив. На саму речь этого последнего, четвертого, молодого друга Елеуя Иов ничего не ответил, потому что тут начал говорить Бог. И об этом мы с вами поговорим на заключительном собрании из этой цикла через неделю. А сейчас давайте закроем глаза и склоним головы. Я знаю, что каждый из нас сталкивается, а некоторые прямо сейчас столкнулись с какими-то ситуациями жизни, когда ты не понимаешь, почему тебя это постигло, из-за чего это случилось, почему это произошло. И я не хочу сказать, что у меня есть ответ. Упаси Божий, строите себя Елеуя. но я хочу сказать, что даже когда вы не видите ответ, он придет. И книга Иова об этом говорит, что он придет, и Бог заговорит. А в скорбях, в страданиях, держите внутри себя это сверхъестественное знание, что Искупитель твой жив. И Бог восстановит. Он живой. Мы не все понимаем, мы часто не знаем этих вещей, но это простая истина, что Искупитель жив. И Он способен восстановить плоть мою. Когда вокруг уже нет надежды, когда вокруг обвинители, одни говорят, что это из-за этого, другие говорят из-за того. Кто-то во грехах обвиняет, кто-то говорит, что это все справедливо, что твои дети погибли, кто-то еще чему-то учит. У людей куча мнений. Верующие это все еще снабжают часто духовной приправой, эту баланду, и пытаются там духовные вещи в этом выискивать какие-то. Но послушайте, если твоя проблема за твои какие-то вещи, ты сам об этом знаешь, ты сам об этом знаешь. Если же ты не знаешь, если же что-то происходит, чему-то не можешь найти объяснение, и никто вокруг тебе не может еще объяснить, хотя пытаются, просто внутри себя, держи это слово, я вас знаю, искупитель мой жив. Это есть вера, это есть вера, когда я не знаю почему, я не знаю из-за чего, я не вижу никаких причин, наследственных связей, но я знаю лишь одно, это знание веры, искупитель мой жив, и эта вера проведет тебя через все эти сложности, чтобы ты не похуел Бога, чтобы ты не принял эти человеческие премудрости, лучше знать немного, но знать настоящее, чем наполнится лже знанием. Я знаю, искупитель мой жив. У кого-то серьезные проблемы физические, просто внутри себя говори, искупитель мой жив. Какое-то может быть трудно сейчас с финансами, и ты старался поступать по правде, ты вел бизнес честно, а тебя обманули, может быть кто-то обанкротил, ты не можешь понять, почему так произошло, почему так произошло. Ну просто внутри себя говори, я знаю, искупитель мой жив. Всемогущий Господь, я молюсь сейчас за моих братьев и сестер, особенно за тех, у кого необъяснимые страдания, они не могут найти причин, и знают, в чем они должны измениться, но я молю мой Бог, касайся их сейчас, чтобы не было в их жизнях, чтобы не происходило, чтобы внутри себя они были уверены, ты живой, искупитель, восстанавливающий, разрушенная, и мы уповаем на Тебя, что бы ни происходило, кто бы что ни говорил, мы уповаем на Тебя, искупитель наш жив. Мы веруем в живого Бога, и нам нужны не просто какие-то готовые формулы успеха, нам не нужны готовые формулы, объясняющие причины неудач, нам нужны живые отношения с Тобой, с автором священного Писания, потому что Ты живой, Ты искупитель, Аллилуйя, мы уповаем на Тебя всем сердцем, всей душой, крепостью и разумением, Аллилуйя, Иисус, Ты живой. Я молю Тебя, Господи, прямо сейчас подкрепи моих братьев и сестер, которые находятся в трудных ситуациях, в тяжелых обстоятельствах, даже когда вокруг нас все истоевает, чтобы внутри нас был этот огонь веры, пламя Духа Святого, живое упование, наш Искупитель жив, наш Искупитель жив, Аллилуйя, Коснись Господь, Коснись Господь, Я молю Божия за восстановление, я молю за восстановление, восстановление здоровья, восстановление финансового состояния, восстановление семейных отношений, восстановление душевного состояния, Господь, восстановление во всех сферах жизни, Господь, Мы обращаемся к Тебе, Боже, к нашему Искупителю, Бог. Даже когда мы не знаем, мы все равно упомываем на Тебя, доверяем Тебе. Ты живой, Ты живой, Ты живой. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Там, где ты сидишь, возьми еще раз руку ближнего. Вы знаете, часто нам нужны неправильные речи и даже не яркие проповеди, а просто, чтобы кто-то поддержал нас за руку. Не учил, не наставлял, не объяснял, а поддержал. Я так хочу быть таким человеком для многих людей. Хотя я проповедник, но я знаю, что есть вещи, которые невыразимы словами, но они ощутимы, когда ты чувствуешь тепло. И церковь – это прежде всего место любви. Почему апостол Павел говорит, что все наши правильные речи, все наши вера без любви – это ничто. уметь плакать с плачущим, уметь поддерживать, не добивать. Написано, что Иисус трости надломленный не переломит. А мы часто переламливаем еще, доламываем до конца. Если ты видишь надломленность у своего ближнего, поддержи его. Может быть, даже он в чем-то и сам виноват, но ты поддержи его, яви ему любовь. Это порой намного более важно, чем все самые правильные обличения. Просто поддержать, просто любить, просто быть рядом с человеком, которому тяжело, которому трудно. Я так хочу, чтобы наша церковь была настоящим оазисом божественной любви. Чтобы люди приходились сюда несовершенные, неидеальные, но чувствовали себя в руках Божьих. И чтобы нам было хорошо в любви между нами и Богом, и между нами друг другом, с нашими братьями и сестрами. Всемогущий Господь, подкрепи, наполни. Пускай внутри придет не естественная, а сверхъестественная вера, сверхъестественное упование. Искупитель мой жив. 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 И даже те вещи, которые, возможно, я не понимаю, почему происходили, я верю, что Бог их изменит, восстановит. Для Него нет ничего невозможного. А я держусь за Него. И когда понимаю, и когда не понимаю. И когда знаю, и когда не знаю. Потому что я знаю лишь одно. Мой искупитель жив. И это знание важнее кучи красивых, правильных слов. Аллилуйя, Иисус. Касайся, Дух Святой. Я молю, мой Бог, укрепляй в нас веру. Укрепляй в нас это упование. Сверхъестественная. Ты с нами во все дни и в злые дни, и в тяжелые дни. Ты с нами. Ты с нами. Даже когда мы не понимаем, почему все происходит так, как происходит. Почему все разваливается. Почему что-то идет не так. Мы не знаем почему. Но мы знаем, что искупитель наш жив. Это и есть вера. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Укрепляй. Чтобы мы могли радоваться всегда. Быть благодарными всегда. Иметь надежду всегда. И пускай Иов будет для нас примером в этом. Как он мужественно прошел через ужасающие трагедии своей жизни. Говори к нам, Дух Святой, через эту книгу. Не чтобы мы подстраивали эту книгу под наши доктрины. А чтобы мы, Боже, научились слышать Твой голос через книгу Иова. Аллилуйя. Наполняй нас любовью и верой. Через тепло рук друг друга. Чтобы мы делились своими сердцами. Носили бремена друг друга. Помогали, поддерживали. Чтобы мы дружили друг с другом, не как друзья Иова. Благослови. Благослови, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Бог, за то, что мы ощущаем, как находимся все вместе в Твоей любящей руке. Потому что наш Искупитель жив. И каждый верующий в это скажет. Аминь. Драгоценные, прежде чем мы закончим наше собрание, еще совершим молитву. Вы знаете, что мы молимся за детей, которых Господь дает, семьям верующих нашей церкви. И я хочу пригласить на эту сцену Анатолия и Ольгу Чернавских. Давайте их поприветствуем. Слава Господу. Так рады за вас. Бог вам сколько уже три месяца назад даровал дочку, и вы дали ей имя Александра. А почему такое имя? У меня мечта с детства была, что у меня будет ребенок, неважно, мать и девочка, именно с именем Саша. Очень красивое имя, очень сильное имя. Очень, очень красиво, согласен. У меня отчество Александрович, нравится мне. Слава Господу. Давайте помолимся за эту прекрасную пару и за... У вас первая, дочка? Первая. Мы бы хотели еще свидетельствовать. Дайте мне микрофон, пожалуйста. Давайте присядем, они хотят что-то сказать. Все время, что пока мы были беременны, мы, конечно, молились о том, чтобы роды протекали хорошо, чтобы наша Саша хорошо развивалась, чтобы сами роды были легкие, не потребовалось никакого оперативного вмешательства. Об этом молились мы, семья моей сестры, вы как-то за нас молились. А ты был на родах, нет? Да. Да, я был. И я подумала, что если пастор помолился, ну, все, значит, вообще все будет шикарно. Велика вера твоя. Да. Врачи нам ставили дату родов на 5 марта. И я вот не то чтобы молилась, но просила Бога, что пусть будет 5 или до, или после, но только не 8. Пусть все будет отдельно. Пусть праздник девочек отдельно, у дочки день рождения свой. Но, тем не менее, 6 утром я отправилась в стационар по направлению врача. А седьмого вечера начались схватки, а восьмого числа, в 4 часа утра я оказалась в родовой. Думаю, ну, ладно. Значит, ну, у Бога свои планы. Пусть так и будет, значит. Значит, через 10 часов после начала родов мы увидели нашу Сашу, но увидели ее всего лишь на мгновение. Она не кричала и не дышала. Врачи забрали ее, сделали необходимые манипуляции, показали, что 3 балла по системе Абгар, то есть это очень тяжелое состояние. Ее унесли. Врачи занялись мной, и там тоже оказались интересные последствия, которые встречаются крайне редко. Ну, вот, все до кучи оказалось. Ребенка забрали в реанимацию на вентиляцию легких, и мы в общей сложности четверо суток провели в роддоме. Ребенку поставили порог сердца, острую гипоксию, кровоизлияние в мозг, что-то там еще поставили. И из роддома нас сразу на реанимации, мы отправились в перинатальный центр. Все это время мы не переставали молиться, и за нашу Сашу, наверное, молились сотни людей. Бог ответил, ответил даже в таком интересном моменте, что в перинатальном центре детским кардиологом работает верующая из церкви, куда ходит моя сестра. И именно она после необходимых обследований сказала, что порока сердца нету, куда-то что-то делать. Дальше не подтвердилось кровоизлияние в мозг, а острая гипоксия оставила последствия, но все это лечится таблетками, и никакой операции в этом, нет необходимости в операции. И как ни странно, именно книга Иова в это время оказалась для меня большой поддержкой. И уж думаю, если бы Иова так проехала, то мы, конечно, не такие благочестивые, как он. И, конечно, вопрос, почему, он не уходил у меня из головы, но в минуты просветления все-таки этот вопрос вымещали молитвы. И, наверное, многие меня поймут, у кого есть дети, да, когда мы молимся за детей, это самые страстные, самые горячие молитвы, которые только могут быть. И лишний раз мы увидели доказательство, что Бог, Он силен, и через нашу Сашу Он явил свою славу, явил свою силу. И как в книге Иова говорится, если раньше я слышала о тебе слухом ухо, то теперь мои глаза видят тебя. И мы действительно видели Бога, видели Его славу, Его силу в нашей истории. Мы об этом в следующий раз будем говорить, про это прекрасное место из книги Иова, которое ты сейчас процитировала. Слава Богу. То есть у вас не просто ребенок, а маленькое чудо на руках, правда же. И мы будем молиться, чтобы Бог вас благословил, вашу прекрасную семью, чтобы Александра была первенцем, но не последницей. Вы хотите еще детей, наверное? На самом деле, можно сказать, в некотором смысле тоже свидетельство. До последнего времени я в произошедших событиях обвиняла себя, что я не смогла, что я навредила ребенку. Но Бог работает не только с душой, а еще с головой работает. И я понимаю, что да, дай Бог, что Саша не будет единственным ребенком в нашей семье. Очень часто, знаете, дьявол атакует именно первых детей. И потом страх какой-то бывает даже приходит. Важно освободиться от этого страха. И Бог благословляет вас и будет еще благословлять в дальнейшем. Аминь. Ну что, давайте помолимся.